Когда ведутся исторические исследования, то вопрос всегда к тому, кто утверждает. Так же, как и в суде. Кто утверждает, должен доказывать. Если человек говорит, что этого не было, то ему не надо ничего доказывать. Тот, кто говорит, что было, должен доказать. Так же, как с отречением государя-императора, здесь тоже этот вопрос рассматривают. Говорят, было. Покажите хоть что-нибудь, что указывает на то, что было. Они говорят, а нет, вы докажите, что не было. Мне не надо ничего доказывать. Но тем не менее я там публикую то, что считается манифестом об отречении государя императора, подчеркнув те буквы, которые в разных частях этой фальшивки по-разному воспроизведены на печатной машинке. То есть страница напечатана на двух разных печатных машинках, что абсолютно невозможно при создании обычного документа. Машинист сел со слов или с черновика, он все это напечатал на одной машинке. Зачем мешать две машинки, вынуть и вставить этот лист в другую машинку? Это явный признак фальсификации. Я-то об этом говорю, а те, кто утверждает, что было, их аргумент такой, что а вот почему Николай II тогда об этом никому не сказал? Вопрос, а как он мог вообще кому-то сказать, находясь под арестом? Его контакты были исключены. Да, он мог матери сказать, но мать уже была сильно престарелая и могла вообще ничего не понять, что происходит, и вообще не понять, было ли было отречение или не было отречения, или свержение, или что. А вы спрашивали вообще вдохствующую императрицу, кто спрашивал, что вот она знает или не знает, а никто и не спрашивал. Потому что по умолчанию считалось, да, государь император отрекся. Ну где хоть одно доказательство? Хоть одно. Кроме газетных публикаций никаких доказательств нет. А газетные публикации все исходят вот из этой фальшивки, из этой бумажки, с непонятным рочерком, который еще в начале 2000-х путем наложения. Один из энтузиастов показал, что этот рочерк не характерен для Николая II. В других документах таких, такого рода рочерков не было. Ну и уж даже в советской историографии известно, что заверяющая подпись министра двора, которая была там тоже написана, она написана была карандашом и обведена поверх авторучка. Или там авторучек не было, пером обведена. То есть это тоже очевидный признак фальтификации, не говоря уже о содержании. То есть признаки фальтификации есть, а доказательств того, что было отречение, нет.